всем привет мои хорошие с вами светлана сегодня у нас интереснейшие покупочки в алберес и озон и так поехали еще одна классная покупка в алберес это куртка девчонки это курточка зимние grosses цвет черный артикул в размере 56 я взяла несколько размеров померила 58 у меня был и решила что вот 56 хорошо поэтому по сути могу смело сказать что куртка идет в размер я вам сейчас все конечно померяю покажу все поближе так фокус вот у нас с вами информация вся полиэстер это российский бренд цена бюджетная курточка теплая длинненькая хорошенькая стильника она была кстати в разных расцветках я долго выбирала была беленькой такой знаете красивый цвет модный стильный хаки в общем там их много долго выбирал на самом деле думала белый но нет с маленьким ребенком все-таки остановилась на черной модели так распаковываем расстелила прямо на полу чтобы показать вам как говорится целиком очень модные стильные карманы которые и сверху и сбоку все отлично длина рукавчики рукавчик статьи утепленный манжеткой вот так очень удобненько я такие люблю курточки так вот у нас с вами карманчик здесь такая стильная штучка как из кожи карманчика сверху работает и сбоку работает то есть их два грубо говоря 4 получается даже они два так смотрите капюшончик капюшончик у нас с вами отстегивается как хотите ворот высокий капюшончик утягивается так и молнию хотел вам показать молния хорошая добротная вот она вот она молния вот такая красивая двойная то есть кто любит снизу под расстегивать пожалуйста вот у нас с вами этике . вот у нас правило ухода машинки можно смотреть не выше 30 градусов режиме деликатной стирки отлично что можно так стирать это просто супер находочка вот второй карманчик вы сделан тоже вот так стильненько смотрите здесь есть вот такая вот фишечка еще я кстати не растет и на пункте выдачи эту фишечку так что это но это просто я так понимаю декоративный карманчик да вот совсем там не глубокий такая вот штучка просто интересная будет висеть замочком и тоже он тут с этой стороны с этой что такая классная курточка давайте мерить ну что примеряем сейчас покажу вам пока просто примерку а потом целиком прям образ она длинная хорошенькая и что вы знаете меня порадовал она очень легкая вот моя зимняя куртка другая наподобие кстати она тяжелая вот мне некомфортно не гулять и вот некомфортно мне потом почему-то плечи болят хондрос обостряется но не это очень очень легкая вот прям очень так показываю вам пока вблизи все нюансы в районе капюшончик а такая вот красота по размерам смотрите размерную сетку которая заявлена у меня вообще размер 52 54 вверх больше 54 низ больше 52 по параметрам новые приближены все к 54 страну возьмем 54 куртка 56 размера да то есть все отлично все хорошо и запасик вроде есть и длина меня устраивает длина тоже она варьируется с размером хотя я вот мерила 56 58 там по моему вот прям ну совсем чуть-чуть вот прям меньше пол сантиметра расхождение длине может другие размеры были бы и как-то по-другому кстати сейчас только нащупала кстати кармашки которые боковые чтобы не допорщились здесь есть кнопочка вот поэтому я решила свой выбор оставить все-таки на пятьдесят шестом размере рукавчик все отлично вот она манжеточка которая такая тканая тепленькая по длине рукавчик все отлично замечательно хорошечно молния смотрится стильно капюшончик можем под затянуть как нам надо тоже такой хорошенький тепленький объемный он смотрится хорошо вот хорошо просто я не очень люблю шапки но конечно с детьми гулять одеваю а так можно капюшончик смотрите затянули его затянули его и шапка не нужно вот удобно сделано в предыдущей куртке у меня такого не было и все продувала а тут затянулась шарфик верху сверху красивый снуд одела и пошла прям будет здорово ну давай выходи любимая моя резиночка вот по затянулась сделали как надо и ничего не продувается вот этот красивый какой-нибудь нудик мне кажется будет прям очень стильненько смотреться вот так вот под горлышко все закрыто все очень хорошо тепленько мне уже жарко так показываю издалека сейчас застегнем по длине и по всему смотрите длина чуть выше колена вот карманчики я больше любил конечно так но вот допустим чтобы там телефон не намок что-то не выпало до из боковых не всегда удобно сумка с детьми гулять наклоняешься и из боковых все время мне что-то попадает вот эти карманы в этом плане удобно то есть сюда положила не очень глубокие что-то мы там денежку телефончик положила красота так показываю сбоку сзади вот такая курточка мне нравится очень удачный фасон очень удачный фасон размеры у продавца большие расцветки 5 штук до минус 25 градусов эта моделька то есть принципе для средней полосы россии точно подойдет не замерзнем девочки зимой прям хорошечи на хорошо но что хотела отметить а обладатель нец и больших формах сверху берите немножко побольше по размерной сетке потому что я не являюсь обладатель hace больших форм у меня не совсем такие скромненькие и хочу сказать что вот в районе груди чтобы она сидела хорошо если вдруг у вас там третий больший размер берите тогда размерчик побольше секундку вообще модель колкам оверсайз оверсайз давно тоже можно взять там бесплатно отказ у продавца можно взять там три куртки померить на пункте выдачи и выбрать спокойно себе ту которая тебе подходит я так люблю вообще на самом деле такая удачная моделька удачная длина очень хорошо прям несмотря на то что это пуховик и зимняя курчка мне кажется очень стране здорово прям замечательно и по длине и все и везде она оверсайз вроде но в то же время не сильно книжек лишенная книзу не смотришься как там матрешка начальники грубо говоря добывают потому что такие модели а здесь все прям вот как надо и внизу кстати тоже есть резиночки вот они то есть в принципе можно еще и пути мить внизу но нет я считаю что у него нет это не нужно так все отлично красиво мне прям нравится навалило просто куча снега и мы сейчас отправляемся с девчонками гулять пойду выгуливать куртку и сейчас заметил еще внутренний карман девочки есть еще есть внутренний карман получается слева что тоже очень замечательная до слева слева внутренний карманчик очень глубокий большой можно туда тоже телефончик или что-то такое положить очень легенькая курточка вот кто-то спорте там на зимнем на каком-то катается где-то однозначно понравится легкая замечательная так вот такой вот образ сейчас еще хотелось снут найти показать вам как будет со снудом смотреться мне кажется тоже очень красиво и девчонки снут не нашла куда-то он у меня пропал зато знаете что нашла мех натуральный мех такой темно-синий камерами почему-то делает вам его каким-то сиреневым и недавно просто девчонками в телеграм обсуждали как раз зимние куртки и вот если покупать зимнюю куртку с мехом она стоит в два-три раза дороже чем абсолютно такая же модель без меха и у меня вот всяких таких штучек на самом деле много от старых курток которые уже выкинула и так далее смотрите если на капюшон вообще красота и капюшончик будет смехом тут можно пристегнуть а можно пришить это я все к чему говорю денежки экономить надо зачем переплачивать за кусок меха вообще круто что-то камера вам и делать сиреневым не такой сиреневым подходит к этой куртке такой темный темный синий почти чёрный а камера вот захотела так прикольно я подумаю над этим вопросом кстати так но его целиком образ шапочки вот так все пойдут шататься сейчас вас еще опущу немножко пониже чтобы было лучше видно вот эта штучка прикольная такая стильненькая то есть принципе как и молодежи подойдет так и нам девочку в самом расцвете сил ну в общем как то так мы хорошо мне курточку очень понравилось я прям безумно довольна невероятно удачный крови удачная моделька поэтому смело могу рекомендовать заказывайте несколько штук мерите выбирайте носить в свое удовольствие а мы пошли радоваться с покупочки в альберис здесь у меня вот такая вот итальянская смесь трав это не цена нет она дешевле огромный пакет заклеили сейчас отклею покажу вот такое средство для прочистки труб девочки в телеграмм совет или советовали а именно оленька программ и в отзывах такие картинки страшные снежинка засоров нет называется бюджетно за сколько-то пакетиков я забыла шесть штук цена около 200 рублей хвалили у меня нет засоров нет слава богу вот сколько мы в этой квартире живем их никогда не было я стараюсь всегда делать профилактику но даже если нет засоров все равно говорят вот всякий как и выходит такое достаточно мощное средство сейчас все открою и будем с вами тестировать девочки пахнет просто шикарно я уже перемешала со своими другими прованскими травами они у меня были обычные а здесь прям просто шик девочки знаете чем пахнет колбасу и ароматной колбасой салями вот так пахнет эта смесь подойдет абсолютно для всего для мяса для рыбы для салатов аромат восхитительный слушайте вот рекомендую прям как пахнет аж колбасы захотелось хотя и почти никогда не ем так погнали тестировать засоров нет вела сразу стакан воды ну теплая из-под крана и не стало прям холодно кстати в отзывах еще писали производители сам говорил что для унитазов подходит и можно даже мочевой камень растворять то есть также в унитаз засыпать но только воду добавлять не надо но у меня там ничего нет он чистый но я все равно туда сейчас засыплю не ночью мне кажется я сейчас наверно пополам вот этот пакетик пол пакетика в унитаз засыплю пол пакетика в ванну потом пойдем на кухню говорят что очень сильно потом воняет из слива у меня вообще слив чист видите я перкарбонат но не прям идеально но я перкарбонатом всегда профилактирую так засыпаем пол пакетика то такие гранулы давайте еще чуточки в этом уже пошло потому что вода там уже шипит все смотрите реакция идет уже все как чуть полезет фокус шипит слушайте что-то грязное да нет вроде белая пена пойду в унитаз пока засыплю и было в унитаз и тут вот вода то так и так есть да и вот там что-то вот шипит пошла реакция сейчас будет если что-то интересное покажу пока чуть-чуть так шипит пенка внутри наружу пока ничего не вылазит ждем кухня я сейчас смыла кастрюлю от борща и вот у меня осталось как бы капуста морковка и да я специально не стала убирать я хочу посмотреть как растворит пищу это средство так ну вот он слив смотрим до фокус так я специально оставляю здесь и остатки еды для наглядности девочки не интересно погнали надо было конечно вытащить но мы тут проводим эксперимент по-своему значит какие-то серые вкрапления шипит фу аромата самого не чувствую но в носу началось щипать в носу началось щипать шипит в основном там где как раз остатки пищи видеть они пожелтели все даже морковка фу мне кажется надо добавить воды и окно на всякий случай открыл от нас ущиплет хотя я запаха вот именно запаха не чувствую потому что они не все растворились сейчас еще водички 0 ваню ой как это шипело теперь ждем пока пена поднимется фу еще читала в отзывах что у некоторых трубы разъедала сифоны нет вот аромата не чувствую но в носу почему-то щипит так пойду пока ванну проверять тут пока так и вот так немножко пенки вылезла на чистые обычно я промываю я боюсь вот что трубы разъезд я промываю у меня и так вода уходила хорошо я вам говорила у меня нет засором но все равно я прям боюсь что разъезд трубы воду выключила как бы ну вот слив он у меня как был так и есть потому что желтый такой не знает мне кажется ржавчина что ли вроде ничего не разъела я прям под ванну с фонарем заглянул то что были отзывы что пластик прям ну разъедала какой-то там в основном в подонах душевых кабин тази вот такая вот грязная пена вышла морите сейчас буду смывать посмотрим ну вот запаха как такового я не чувствую но у меня почему-то начала болеть голова и вот когда я на кухне заливала в носу пощипывала а так именно запаха никакого не чувствую такого вот какого-то едкого ядовитого и так далее ну чё унитаз у меня был чистый поэтому ничего не могу сказать но вот видите пена грязная вышла на кухне пока еще что тут особо сильной реакции никакой нет пока вот немножко пенки тут пусть побудет 20 минут надеюсь тоже нить ничего не не это не деформируется не повредит средства унитаз смыла два раза как бы новый все нормально у меня и был чистый у меня там ничего чего у камня ничего такого не было поэтому не могу сказать тоже нигде не течет тоже проверила на всякий случай ну разные отзывы кто-то пишет вообще никакой реакции хотя засор сильный не пробила кто-то пишет что вообще вау кто-то такие фотки выкладывает что там прям пена лезет чуть ли не на метр вверх грязная очень хорошо пробивает в общем всех по-разному но щелочь она всегда была такой самый мощный что вот ванну я свою чистила помните пятно солито тоже спасла меня это щелочь это едка конечно очень вещь и частенько опаснее чем кислоты даже вот поэтому каш работаем аккуратно мне на кухне открыт окно запах пока никаких не чувствую но вот 15 минут прошло если наклоняться краковине чувствуется какой-то аромат совсем легкий на хозяйственное мыло похож а так вот смотрите остатки пищи что как бы с ними дайте так потрогаем я не скажу они растворились но они не гуще событий да но все почему-то стали такие вот желтые а тут вот как она видите грязная пенка пусть еще что ли постоит вот так не знаю минут 10-15 минут пока только прошло пусть еще немножечко постоит какая картина еще через 10 минут смываю вода у меня тоже здесь всегда стекла хорошо без проблем но вот тут вот стал почище конечно вокруг со шраками старая еще лучше сливается потому что смотрите я направила струю прям слив и она вообще не задерживается ни грамма хоть какая-то такая задержка небольшая была сейчас вообще никакой абсолютно так посмотрим что там у нас было стало слушайте ну что-то вот что было видимо удалилась тоже все-таки что-то было смотрите-ка чистенько хорошо трубы вроде не капают это самое главное хорошее средство только долго конечно лучше не держать мне кажется 15 минут 20 за глаза там написано 20 ну и на этом все надеюсь вам было интересно и полезно если это так обязательно ставьте лайк все ссылочки как всегда в инфобоксе всех люблю целую всем пока пока